Музыка 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 Все в последний момент, а? Извините Извините А почему тогда сейчас бегом, если можно было в следующий раз? Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы начинаем пресс-конференцию ректора Омского государственного университета имени Достоевского, профессора Владимира Ивановича Струнина. И речь на нашей пресс-конференции пойдет, ну поскольку вы все знаете, что 29 апреля у нас в университете состоятся выборы ректора, то речь пойдет о том, что за 5 лет было сделано, о том, какие болевые точки сейчас вот есть, как они проявляются. И я предлагаю вам задавать, Владимиру Ивановичу, любые вопросы по поводу деятельности нашего университета. Ну а в первую очередь, я тогда для затравки вот первый вопрос хочу задать. Владимир Иванович, можете ли вы вот коротко назвать три самых, на ваш взгляд, значимых достижения за последние 5 лет? Вот чего университет добился? Ну это трудно выбрать из того количества дел, которое было начато и сейчас находится в стадии серьезного развития, выбрать три, да еще так на ходу. Ну вот, честно говоря, мне бы хотелось отметить, наверное, следующий результат, которым я, так скажем, по-своему горжусь, не горжусь, но как-то мне очень приятно всегда о нем говорить. Это вот было как-то продекларировано, можно сказать, 5 лет назад, хотя эти декларации и эти тренды были подняты еще и задолго до 2009 года, то есть до первого вхождения меня как ректора в должность ректора университета. Это, например, прежде всего, это развитие дополнительных образовательных программ, коротких образовательных программ. Что это такое? Вот взрослые люди, то есть те, которые уже себя реализуют в профессиональном виде деятельности, им постоянно необходимо в наше время повышение квалификации и получение новых знаний для реализации себя как в разной импостаси своей профессиональной деятельности. И вот этих коротких курсов, а их, вообще-то говоря, в России по тем временам было не через чужо много, но стало понятно, что это будет все, с каждым годом вот эта необходимость в этих профпереподготовках и повышении квалификации будет нарастать. И вот тогда это было поставлено как одна из задач в университете и в нашем, и, в общем-то, мы ее, так скажем, решили весьма успешно. Но никогда ничего нельзя завершить, процесс, любой процесс, если он начался, то он будет продолжаться, развиваться бесконечно долго, пока в нем есть потребность внешнего, прежде всего, потребителя. И вот, если говорить об этой части, удалось вот сейчас, конечно же, сама по себе цель, это не просто создать систему программ, которые предполагают развитие формата непрерывного образования или образования через всю жизнь для любого гражданина Российской Федерации, не только гражданина России. Это еще ведь одна из целей, это получение дополнительных источников финансирования для того, чтобы университет мог жить, развиваться. Что-то скрывать, в конце концов, экономика находится в основе всех наших и политических, и хозяйственных процессов. Но вот выйти на должный объем, как я тогда думал, за это время, мне кажется, не удалось. Хотя, на самом деле, вот результат сам по себе, если от нуля говорить, то тогда, в общем-то, 45 миллионов рублей, те, которые мы получили по этим программам в 2013 году, мне кажется, что это впечатляющая цифра. Вы это считаете 10% от общих внебюджетных доходов университета, десятая часть. Но я тогда думал, что выйдем на 100-120 миллионов рублей. Причины, какие не дали возможность выйти на такой уровень, они есть, и они, собственно, понятны. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это направление у нас сейчас уверенно развивается. И вот это я считаю, что главное, что здесь произошла сломка у преподавателей университета. Готовить такие программы, реализовывать и доносить эти программы до реального пользователя, то есть до тех людей, кому они нужны. Это существенный слом в нашем направлении работы, как образовательное учреждение, как образовательная структура. Мне кажется, что вот это вот можно отметить, как некоторое... Ну и еще, опять же, образование через всю жизнь, как некоторый системный подход по реализации образовательных программ и получению людьми нужных им знаний, предполагает еще использование современных технологий, не только методических технологий, но и технических. То есть в данном случае речь идет о создании системы дистанционного обучения. То есть это для взрослых людей, я под взрослыми понимаю людей, которые уже себя реализуют в своей профессиональной деятельности, имея базовое образование. Для них, в общем-то, комфортно должно быть получать вот эти новые дополнительные знания. Что значит комфортно? Это означает, что независимо от удаленности от источника знания, от носителя контента необходимого, и, соответственно, в удобное время доступ к этому контенту, это означает, что необходимо было развивать и использовать вот эти дистанционные технологии, электронное обучение, дистанционные технологии. И этот формат мы тоже очень хорошо подняли в университете. В общем-то, в этих направлениях я могу сказать совершенно ответственно, что университет находится в лидирующих позициях в целом по России. В общем-то, если уж так завершить эту тему или это направление, в общем-то, и государственная премия, которая была присуждена мне в составе коллектива в 2013 году в области образования, как раз она была присуждена именно за эти технологии, за то, что в России появился такой вот тренд использования технологий в образовательных процессах при сетевом взаимодействии или при сетевом, имеется между межвузовском и вузы работодателей, вот в таком формате. То есть, в общем-то, какой-то такой положительный, не то, что положительный, но, вообще говоря, хороший итог в этом смысле есть. Вот это вот направление. Конечно же, очень много пришлось положить сил за эти пять лет предыдущие. Это развитие инфраструктуры, инфраструктуры университета. Под инфраструктурой я понимаю три позиции. Первая – это капитальное строительство, и вы все знаете, что строится корпус, который уже находится в стадии, почти в стадии сдачи. Я так думаю, что в июне месяце у нас рабочая комиссия государственная будет уже работать по подготовке актов сдачи этого корпуса в эксплуатацию. Это мы завершили, в конце концов, и сдали в эксплуатацию бизнес-губатор межвузовский, который стоит рядом с первым корпусом. Больше того, и это еще одно из достижений, которое, может быть, назвать третьим по вашему вопросу, Светлана Юрьевна, это то, что на базе этого бизнес-инкубатора уже развернуты 17 малых предприятий. То есть мы создали тем самым инновационный пояс малых предприятий вокруг пояс Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Что такое пояс инновационных малых предприятий? Это означает, что университет, обладая результатами интеллектуальной деятельности сотрудников университета, как нематериальные активы, внес это как учредительский взнос, создавая те или иные 17 малых предприятий. То есть, иначе говоря, разработки наших сотрудников, преподавателей и аспирантов, они сейчас легли в основу создания этих малых предприятий, которые в прошлом году в общем интегрированном объеме средств показали 42 миллиона рублей. То есть, в общем-то, за последние три года с нуля рост до 42 миллионов рублей. Конечно же, тоже, я считаю, что существенный подъем. И тем более, что это только находится в стадии, опять же, развития. И я думаю, что мы на будущий год уже миллионов до 80 дойдем оборота. Это хорошие деньги, в смысле, это уже зарплата наших сотрудников, наших аспирантов. Это развитие материальной базы, но эту материальную базу используют и студенты, которые обучаются подтремленным специальностям в университете. Это, вообще говоря, комплекс результатов, которые, мне кажется, только укрепляют возможности университета для предоставления и для получения качественных знаний будущих специалистов. Простите, пожалуйста, Владимир Иванович, я хотела бы, коллеги, чтобы вы взглянули на проблему шире. Ведь это же на самом деле проблема всей нашей страны, когда мы говорим, что Россия стала сырьевым придатком для мировой экономики. И вот те малые инновационные предприятия, их основная цель как раз коммерциализация и внедрение в производство научных разработок наших преподавателей и студентов. Это, на самом деле, очень важное дело. И если нам удастся сделать хоть какой-то маленький шажок в масштабах всей страны в этом направлении, то это уже хорошо. Владимир Иванович, пожалуйста.